Мы хотим жить где-нибудь в живописном месте, где все время солнечные поют птицы. Мерно перекатываются морские волны, создавая приятный шум, под который хорошо засыпать. Это естественное желание, ведь такие места, как правило, полностью безопасны и радуют глаз. Однако, не все согласны, что нужно жить только в местах, в стиле красивых картинок из соцсетей путешественников. Некоторых людей так и тянет туда, где большинство не выдержит и дня. И в этом видео я расскажу вам о 8 экстремальных местах на планете, где живут люди. Далол, Эфиопия В котловине Афар, на высоте 130 метров ниже уровня моря в Эфиопии, находится поселение Далол в одноименной местности. Несмотря на то, что по официальным данным Центрального агентства по статистике Эфиопии, это поселение является необитаемым, там живут люди, которые работают вахтовым методом. Но что такого в этом месте, что оно включено в данный список? Дело в том, что оно не только является местом с наиболее высокой среднегодовой температурой, которая составляет 34,4 градуса, но и достаточно недружелюбным с точки зрения экологии. В этом поселении нет ничего. Рядом находится вулкан, постоянно происходят выбросы серы. И в целом, пейзаж напоминает скорее Венеру или Меркурий. Минцинь, Китай Минцинь – это уезд городского округа Уэй провинции Ганьсу в Китае. В этом уезде проживает 241 тысяча человек, что по сравнению с предыдущим пунктом говорит о его большей дружелюбности по отношению к людям. Но на самом деле ситуация здесь не намного лучше. Минцинь расположен между двумя пустынями, и единственным источником воды для местных жителей является река Ши-Янг. Точнее, являлась, так как из-за повышенной эксплуатации вверх по течению, уровень грунтовых вод упал и она высохла. Земля в Минцинь совершенно бесплодна, воды нет, постоянно происходят песчаные бури. И если вы читали роман Дюна или смотрели одноименный фильм, то скорее всего узнали бы в этой местности Арракис. Ява, Индонезия Казалось бы, чем Ява заслужила попасть в данный список? Все просто. Климат и вулканическая природа острова. Здесь присутствует постоянная высокая влажность, которая повышается еще сильнее во время сезона дождей. Из-за этого на Яве очень легко распространяются различные тропические болезни. Но это не главная причина, почему это место экстремальное. Дело в том, что остров Ява имеет почти полностью вулканическое происхождение. Большинство вулканов Явы спящие или недействующие, но есть несколько, которые готовы извергнуться в любой момент. И периодически это делают. Так, например, вулкан Мерапи извергается в среднем каждые 7 лет. Причем мелкие извержения происходят два раза в год, а сам вулкан дымит каждый день, выбрасывая в воздух вредные вещества. Кроме того, Мерапи уже несколько раз уничтожал местное население. Сначала в начале 11 века, а затем в конце 17-го. Мальдивы. Мальдивская республика. Этот пункт вызывает еще больше негодования, чем предыдущие. Ведь Мальдивы – это настоящий рай на земле с их песчаными пляжами, прозрачной водой, фруктами и разнообразными морскими существами. Действительно, с точки зрения туриста это правда, но не для местных жителей. Даже не буду говорить, что местные живут в нищете, работая буквально за еду, чтобы обслужить обеспеченных господ из Европы и Америки. Дело в другом, а именно расположением над уровнем моря. Самой высокой точкой архипелага является Адду, которая возвышается над Индийским океаном всего на 2,5 метра. Уже сейчас из-за изменения климата атоллы начинает уходить под воду. Так как естественные барьеры с коралловых рифов разрушаются вследствие повышения температуры океана и человеческой деятельности в регионе, в том числе и пагубного влияния туризма. С таянием ледников Мальдивы достаточно быстро уйдут под воду и возникает проблема. Куда девать те 400 тысяч человек, которых затронет эта катастрофа? Ганаев, Гаити Гаити само по себе опасное место из-за крайней нищеты и высокой преступности. Но Ганаев выделяется среди этого еще и тем, что эта коммуна, являющаяся третьим по величине городом страны с населением 300 тысяч человек, регулярно испытывает на себе мощь тропических циклонов, которые раз за разом опустошают эту местность. Ганаев расположен в пойме и открыт буквально для всех циклонов. Так, например, в сентябре 2004 года ураган Джанна вызвал сильное наводнение и оползни в городе. Всего через 4 года город снова был опустошен, на этот раз ураганом Ханна. И так происходит постоянно. Однако люди продолжают возвращаться в это место раз за разом, восстанавливая разрушения и дожидаясь новой стихии. Оймякон, Россия Оймякон – это село в Оймяконском улусе Якутии, которое является одним из полюсов холода на планете. А Оймяконская долина считается наиболее суровым местом на Земле, где проживает постоянное население. Чтобы вы понимали, абсолютный минимум в этом месте составляет минус 67,7 градусов. И это только официально признанные данные. В 1926 году геолог Сергей Обручев зафиксировал в своем дневнике температуру минус 72,2 градуса, которая, впрочем, не подтверждена. Но хуже таких низких температур и их перепад. Зимой тут может быть ниже 60 градусов, тогда как летом воздух может прогреваться до плюс 30 и выше. То есть годовой перепад температур может составлять более 90 градусов, что губительно для здоровья населения. Побережье озера Киву, Демократическая республика Конго и Руанда. Если смотреть на профессиональные фотографии озера Киву, кажется, будто это безмятежное место, где люди буквально наслаждаются жизнью. Однако, помимо типичной для Центральной Африки нищеты и преступности, здесь есть куда большая опасность. Проблема состоит в том, что нижние слои воды в озере насыщены углекислым газом и метаном. Запасы последнего оценивают в 55 миллиардов кубометров. Кажется, это даже должно радовать местных, ведь под водой огромные деньги. Но на самом деле это смертельная опасность, ведь эта местность сейсмоопасная. Из-за извержения вулканов и землетрясений возникает выброс газа. Так, например, в 1986 году на озере Ньюос с аналогичными залежами произошел резкий выброс большого количества газа, в результате которого погибло 1746 человек. Так что люди, поселившиеся вдоль озера Киву, живут на бомбе с часовым механизмом, которое может рвануть в любую минуту. Большой Кайман, Каймановые острова Еще один тропический рай, который выглядит так только на красивых картинках. На реальности же это экстремальное место. Начать стоит с того, что на острове нет естественных источников пресной воды. Вообще. Так что местным приходится приснять морскую воду. Но куда хуже дела обстоят со стихийными бедствиями. Остров Большой Кайман считается мировой столицей ураганов, так как буря приходит сюда практически каждые два года. Исследователи подсчитали, что с 1871 года на остров обрушилось 64 шторма, многие из которых привели к катастрофическим последствиям. Так, например, в 2004 году на острове поднялся ураган Иван, пятой категории, который разрушил до 80% всех сооружений на острове. Однако люди не только не уехали отсюда, но и восстановили постройки и продолжают там жить, дожидаясь новой стихии. Что говорить, если на острове есть город Хелл, что с английского переводится как «Ад». Видимо, местные понимают, где они живут. На этом на сегодня все. А если хотите узнать больше истории прошлого, заходите на мой канал. Там вы найдете много интересных видео. Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...